В набережной Челнинском городском суде рассматривается дело в отношении 10 предполагаемых членов организованного преступного сообщества 52-й комплекс. Они обвиняются сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса. В деле вымогательства, мошенничества, побои, угрозы создания преступного сообщества и не только. По версии следствия, в качестве основного источника дохода они выбрали криминальный бизнес. Видимо, в расчете на то, что те, кто сам приступает закон, заявлением в полицию не пойдет. Алина Бережная знает подробности. 10 предполагаемых членов организованного преступного сообщества 52-й комплекс подозреваются сразу в нескольких преступлениях. По версии следствия, еще в 2011 году они вступили в преступный заговор. Угрожая, они вымогали деньги у ли, занимающихся незаконной игорной деятельностью. Это был один из основных источников дохода. Среди потерпевших также таксисты и челнинцы, которые планировали покупку квартир. По версии следствия, за время существования сообщества его члены незаконно получили более 3,5 миллиона рублей. Однако защита считает вину подсудимых недоказанной. Совместное планирование преступлений недоказано по материалу дела. Иерархическая структура и распределение ролей, что сложно представить в отношении ограниченного количества участников. Как следует из материалов дела, полученные деньги подсудимые тратили на содержание организованного преступного сообщества, а также на свои личные цели. В настоящее время судебные премии продолжаются. Государственное обвинение придерживается предъявленного обвинения, считает вину данных лиц доказанным. Сейчас четверо членов организованного преступного сообщества находятся под стражей в отношении еще шестерых. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Обвинение просят назначить подсудимым наказание от 2 до 18 лет лишения свободы. Алина Бережная, Виктория Евсеева, Любовь Захарова, Дмитрий Кравченко. Вызов 112.